Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши обучающие занятия по художественной гимнастике. Сегодня я покажу вам комплекс упражнений с резиной, который будет направлен на укрепление и развитие подъема коленостопа, также плечевого сустава, что даст в силу рукам развитие лопаток. Начнем. Вам понадобится вот такая вот широкая резина. В конце это я уже сама завязала ее, так она не завязанная. Для маленьких детей вы берете самую маленькую натяженность и дальше вы же смотрите по возрасту ребенка. Насколько легко ему будет растягивать резину. Начнем мы со стоп. Ставим в серединку, вот сюда одеваем стопки, чтобы стопа закрывалась. Вот, посмотрите, полностью стопа, чтобы была. Натягиваем. Ножку можно держать прямую. Я буду показывать согнутой, чтобы было видно то, что я делаю. Вот, посмотрите, я буду показывать боком. Теперь спина обязательно должна быть натянута. Вниз живота мы направляем вниз, чтобы он был ровным. Спина в этот момент вытягивается с грудью вверх. Плечи опущены, лопатки собраны. Я нуждусь вниз, чтобы вам было видно. Руки, плечи у нас свободные. И с помощью силы плечевой области, вот этой вот, я натягиваю резину к себе. Заодно как раз у вас будут качаться руки. И начинаю с того, что выпрямляю колено. И раз, два. И стопу телу на себя. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вытягиваю раз вниз. На себя два. И три. И четыре. И пять. И шесть. Семь. Восемь. Таких вам нужно сделать 10-15 раз. В конце подержать. Восемь, десять счетов. Теперь правильное исполнение этого движения. Тянетесь вниз вы первым, вторым пальцем. То есть подушечкой. Вот, раскрываете и поднимаете. Раскрываете и поднимаете. Обязательно. Вот этими местами, чтобы стопа не была скреплена. Посмотрим еще раз. Середина. Пальцы должны быть обязательно спрятаны. Раз. И два. И три. И четыре. Это упражнение укрепляет голеностоп. И когда стопу берете на себя, старайтесь колено вытянуть, чтобы положить на пол. Вот. Следующее. Опустили. Теперь у нас работают пальцы. Пальцы должны быть спрятаны обязательно в резине. Мы опустили. Вот я большим утягиваю. И большим беру к себе. Большим пальцем я утягиваю. И беру большим к себе. То есть вы работаете обязательно от большого пальца. От большого пальца. Ни в коем случае не начинайте со стороны мизинцев. Это неправильно. Это приведет к косолапой стопе. Продолжаем. Продолжаем. Еще раз. И колено опять же натягиваем. И подушечку тянем максимально в пол. И только пальцы. Раз. И с пальцев начинаем. Два. И раз. И с пальцев начинаем. Два. И раз. И с пальцев начинаем. Два. И в конце затянуть. Вот положение. Посмотрите. Стопа полностью натягивается. То есть я утягиваю большим пальцем. Линия. Пятка. Большой палец. Колено должна быть в одной линии. Стопа не должна уходить ни сюда, ни сюда. Вот ровную линию. Таких упражнений вы делаете тоже в усе. То есть первое с резиной вы делаете вот так. Дальше вы пальцы затягиваете. Теперь мы повторяем полностью весь комплекс. То есть опускание. Опускаете вниз. И стопа. Пальцы. Сначала пальцы на себя. Потом стопа. Стопа. Пальцы. Потом пальцы на себя. Стопа. Следите за положением спины. И раз. Два. Три. Четыре. Это считается один раз. Таких вам нужно сделать восемь-десять раз. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Пальцы. Пальцы на себя. Натянули. Следите за положением рук. Вот такой вот комплекс со стопой. Вам поможет развить работу большого пальца. Чтобы он утягивал стопу вниз. Развивает голеностоп. Растягивает его. И естественно стопу. Большим пальцем тяните от стопы. То есть вот вы сделали. И большим пальцем затягиваете всю стопу вниз. Так же потом вы делаете на вторую ножку. Можно в конце сделать для практики с двумя ножками. Если вы делаете, например, на тренировке, разминаете и вам нужно сделать быстрее, вы можете сделать это с двумя ножками. Следующее. Подколенные и коленостоп. На пол. Ножку эту можно согнуть так. Можно поставить. Главное следите за тем, чтобы у вас таз и вся спина лежали на полу. То есть вот такого положения, чтобы не было. И поднятие. Вот. Берем к себе опять же резину. Полностью натягиваем. И руки в стороны, лопатки, плечи. Посмотрите, что здесь растягивается. Во-первых, вы должны чувствовать боль в коленостопе и от колена до пятки. Попу, если вы еще тоже будете тянуть вниз, давить животом на попу, то и вот здесь вот растяжка тоже начнет работать. Вот таких вот тоже. Доводите где-то до 30-40 счетов. Так же делаете и на другую ножку. Одеваем. И стопа. То есть колено толкает. Подколенка у нас расслабленная подколенная. И вы толкаете задней стороной колена пятку к стенке. Стопу стараетесь тянуть на себя, держа его резиной. И растягиваете ножку бедра. Вкручиваете вовнутрь, чтобы пяточка смотрела немножко вовнутрь, а не наружу. Вот так вот. Можно добавить вот такие движения, где коленочка будет полкать пятку, а стопа на стенку. Вот эти вот упражнения вам подготовят коленостоп к стопу в начале тренировки для дальнейшей работы. Следующее плечевой сустав, который нам будет помогать, чтобы наши ручки уходили назад. Многие не могут увести, чтобы схватить или что-то взять. Вот. А также при подвижности рук. Итак, одеваем нашу резину на стопу. Можно взять, засунуть ручки в дырочки. Можно просто взять. Для маленьких деток старайтесь, чтобы резина не сильного натяжения была. И не поднимаясь пока, а просто поднимаем. Раз, два, три, четыре. Здесь обязательно следите за лопатками. То есть в момент поднятия зачастую дети поднимают вот так вот плечами. Ни в коем случае плечики идут вниз, лопатки с обмой. То есть чем выше руки, тем ниже. Опускаем плечи, собираем сильнее лопатки. Вот. Следите, чтобы пятки были вместе. Руки от себя. Руки от себя в этот момент, когда на живот держат обязательно. Руки от себя. И в конце подержать. Таких можно 10 раз делать. В конце обязательно удержать. Если резина у вас одета, то заодно и пальчики будут растягиваться пальчиками. Локти толкают пальцы вдаль. Следующее упражнение. Выкручиваю для выкручивания, для подвижности плечевого сустава. Опять же, вниз живота вниз, все остальное вверх. И выкручиваем от себя. Раз, не прогибаемся. И от себя выкручиваю. Посмотрите, я именно вращаю саму руку. Плечики. И от себя выкручиваю. Раз, тело не двигаю. Вот они тянут. Резина тянет меня вниз. И обратно. Два. И раз, туда. Обязательно посмотрите, чтобы руки соединились. Чтобы вот этого положения не было. Вот. Вот так. Локти должны смотреть вверх и вытягиваться руки назад. Обязательно. И выкручиваю. Прихожу обратно два. Тоже таких восемь-десять раз. И в конце обязательно подержать. Десять счетов. Дальше сюда мы добавляем. Мы давим лопатки. Живот держим. Начинаем лопатками давить в грудь. Как будто хотим грудь положить на пол. А локтями толкаем ручки от себя. Вот таким образом. Голову можно опустить вниз. Тоже таких вот. Восемь раз до максимального. И в конце восемь-десять счетов держать. И уже кто хорошо умеет, научился упражнение это делать. Добавляем. Не меняя положение тела. То есть руки назад. Грудь у нас тянет вниз. Лопатки давят вниз. Мы затягиваем головой позвоночник к опе. И держим. Восемь-десять счетов. Поднялись. И вернулись. В конце обязательно наклон вниз. Потому что стена получает у нас сильную нагрузку здесь. Также можно сюда добавить уже для более взрослых девочек. Малышам это давать не следует. Это тяжелое упражнение. В момент, когда уже закончили. И поднять ручки. Вытянуть. И сесть обратно. Когда выполняем это, руки затягивают. Пока вниз. А тело мы поднимаем вверх. Дальше при приседании вы низ живота тянете к пяткам. Держа живот и спину наверху. Чтобы вот так вот не садились. И вытягиваем локтями руки. Толкаем к пяткам. А тело поднимаем вверх. И раз. И два. И раз. И выкручивайте руки. Два. И можно в наклоне это добавить. Раз. И сесть. Два. И с головы уйти. Раз. И сесть. Два. Вот такие вот упражнения для плечевого сустава. Для работы и выкруты рук. Для лопаток. Еще одно упражнение для лопаток. Вы можете использовать. Ну, например. Детки могут сидеть на подъемах. С мячиком. Без. Вот они сидят у вас. Растягиваются. Чтобы не просто так. Одеваете. Ручки. И вот отсюда сверху. Растягивайте резину до натяжения. Они должны полностью чувствовать, как резина растягивается. Лопатки собраны. Плечи вниз. Растягивайте и опускайте вот этими мышцами. Не плечами. Плечи вниз. Руки от себя. Можно также это добавить с поднятием. И с вытягиванием. Низживота тянет. Руки наверх. Тоже 8-10 раз. И заключительное упражнение на сегодня для подкачки, опять же, вот этих вот частей плеча. Плечевой области. Одеваете на противоположную ножку. Ручки. В одной ручке вы можете взять какой-нибудь предмет. Мячик. Скакалочку. Или любой другой. Здесь вдеваете сначала, чтобы тыльная сторона смотрела вверх. Допустим, здесь работает предмет. Я подниму наверх. И раз. И два. Опять же, обратите внимание, что плечо вниз. От себя. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Держим. Восемь. Раз. Тянемся. Это нужно для силы также и броска. От себя. Дальше вы переворачиваете. Здесь вот вы можете сначала добавить вот. От себя. Можно предмет положить двумя. Работать как будто бросок. И добавить в конце уже полностью бросок. Как будто у вас предмет. И раз. И два. И три. Именно позицию вот эту вот фиксировать броска. Фиксировать. И фиксировать. Потом поменяете. Это разрабатывает как раз вот эту вот область руки, которую дает силу для бросков. Также для лов ноги хорошо. И для работы с предметом. На сегодня упражнения с резиной наши закончены. Другие упражнения я буду показывать постепенно в следующих своих видео. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин